МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас объект находится в практически разобранном состоянии, так как на новый облик для нее средства пока еще не собраны в достаточном количестве. И слухи об организации площади под парковку алматинцев забеспокоили. Что ждет Атакент? Площадь для людей или снова парковка? Многие заметили, что уже продолжительное время белка, обличена в черную ткань и никак не обретает новый образ. Люди задают вопросы, а почему? К тому же с площади Атакента уже исчезли несколько других малых арт-объектов. Есть еще варианты сделать ее из фанеры и войлока в национальном стиле, из металла или оформить под новогоднюю тематику. Действительно ли удастся достроить белку в ближайшее время? Мне кажется, что материала на это просто не хватит, если его будут собирать только жители. Мы еще не так организованы сортировкой мусора и отдельным выбросом пластика. Пусть белка стоит, но стоять она должна, конечно, не в том виде, что сейчас. Чем дольше будет длиться нерешительность организации приведения белки в надлежащий вид, тем больше будет поводов у автолюбителей забрать Атакент. Автолюбители, хватит о себе любимых только думать. Лишь бы вам было хорошо. Подумайте и о пешеходах. Атакент – это не парк, а центр делового сотрудничества. Там выставки проходят и ведется нормальная коммерческая деятельность, от дохода в которой содержится парковая зона. Поэтому интересы бизнесменов, работающих там, тоже стоит учесть. Я категорически против парковки за появление белки в новом виде и организацию платных парковок. Хотите – паркуйтесь, где есть место. Не хотите – ставьте машину в другом месте. Это общемировая практика. Хлеб, соль и дрель – предложение министра здравоохранения, обсуждаемое сетевиками сократить время, когда можно шуметь в жилых домах, обнажило проблемы в жизни соседей. Не случится ли коллапс соседской терпимости, если период тишины все же увеличат с 8 вечера до 9 утра, пытаются разобраться сетевики. Я 40 лет живу в одном доме, и со мной в одном подъезде живет одинокий старик. У него нет никого – ни жены, ни детей, ни родственников. Сначала он работал, теперь вышел на пенсию. Так вот, это и есть идеальный сосед. Он никогда не пользовался дрелью, у него нет собаки, он ни с кем не ругается, велосипед заносит домой. Но иногда мне кажется, что так жить невероятно грустно. Кстати, если в Казахстане только предложили сократить время, в которое можно шуметь, то в соседней России, в Ярославской области, депутаты предложения выдвинули уже вполне официально. И предлагают внести изменения в действующее законодательство. Кажется, добрососедство понемногу сменяется насторожностью, а то и удручающей злостью. И лидируют в этих отношениях судебные истории с соседями автохамами и незаконными шлагбаумами. Мусор, оставляемый в подъездах, тоже есть в рейтинге. Можно было хотя бы запретить открывать рестораны, кафе и пивные бары в жилых домах. Если на соседа еще подействует злой крик, то частные заведения не скажут посетителям. Извините, отправляйтесь по домам. Это же для них деньги. Кто будет отказываться от доходов? Именно из-за плохой шумоизоляции такого дома мне пришлось продать квартиру по заниженной стоимости. Лишь бы не слышать шепот соседей среди ночи, душевую и туалет соседа со стены нашей спальни. Красиво не значит качественно. Мысль хорошая, но даже старые нормативы не действуют. У меня на площадке в двух квартирах из четырех маленькие дети, которые ночью кричат так, что мне порой хочется вызвать соцслужбы. Но в одной жена или муж стараются крутить ребенка и выводить прогуляться, чтобы он заснул. А в другой малыш кричит часа по два. Я не знаю, что сделать, чтобы стало тихо. Думаю, перед тем, как вводить новые нормы и увеличивать время, стоит придерживаться хотя бы тех, что есть. Все знают, соседи не выбирают. И даже те, что играют на кларнете и трубе, как пишут сетевики, могут стать самыми близкими. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть, что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире. Ивка, знаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова